Музыка 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 Посмотрите, как певица заигрывает с Димашем. Она постоянно поворачивается к нему и стреляет глазками. Интересно, в чем причина? Может быть в том, что Димаш сидит в жюри, и он будет сейчас выставлять ей оценки? Или певице просто понравился молодой артист? Посмотрите на реакцию Димаша. Он сначала отводит взгляд, как будто ему вообще неинтересно слушать и смотреть на выступление певицы, а потом улыбается и ставить ей 10 баллов. Что это было, друзья? Комплимент для красивой девушки или профессиональная оценка от профессионала своего дела? Возможно, Димаш настолько культурный и воспитанный, что ему было не очень приятно видеть то, как певица извивается перед ним и пытается заинтересовать жюри всем своим видом. Не только голосом, но и откровенным платьем. А как вы думаете, друзья? Зиница Конослава, Волгария! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, просим поднять оценки, дорогие члены жюри. 10! 10! 10! 10! 10! 10! 9! 10! 9! Спасибо большое, Деница! Спасибо! Участливаем... Выражение лица у Димаша красноречивее всяких слов. Я восторгаюсь им. Скромность в сочетании с популярностью и талантом. Это великолепно и безумно притягательно. Димашу понравилось, но его воспитание не позволило смотреть на ее высокий и глубокий разрез платья. Мне кажется, Димаш больше стеснялся из-за ее наряда. И сидел он как раз сбоку, что было видно с его ракурса. Ее разрез. И он, как истинный джентльмен, отводил глаза. Отсюда и мельтешение в глазах, и слабое похлопывание в ладоши. Я, что все было именно так, думаю. И на месте Димаша я, наверное, вел бы себя так же. Он воспитан по-другому. И не привык смотреть на полуобнаженных девушек на публике. Димаш здесь такой взрослый, в смысле с высоты своего опыта. А скромность все-таки украшает человека. Димаш, солнце ты наше. Всего тебе самого прекрасного, что может дать вселенная. Субтитры сделал DimaTorzok Дениса Караславова заняла тогда второе место на конкурсе «Новая волна 2021». У нее хороший голос, и она достойна этой награды. Но лично я считаю, что подобным поведением на сцене девушка не красила себя, а наоборот показывала с худшей стороны. Если ты выходишь на сцену вокального конкурса, то ничего не должно отвлекать судей от твоего вокала. Не нужно показывать лишнее, чего тебя не ждут. Понятное дело, девушки часто пользуются своей физической красотой и частенько показывают сексуальные движения, чтобы понравиться судьям и запомниться. Но в первую очередь артист должен оставаться артистом. За красивую фигуру, конечно же, уважение певицы. Но это не тот случай, где нужно вести себя откровенно. Я считаю так. А вы как думаете, друзья? Итак, обладатель второго места «Новой волны 2021 года» объявит, внимание, Димаш Кудайверген. Победительница второй премии. Обладательница второй премии. Дениса Корославова! Болгария! Да, Димаш лично в тот вечер вручил певице приз за второе место на конкурсе. Свою награду она заслужила, как я уже сказал ранее, так как голос у нее хороший. Есть еще одна причина, почему Димаш поставил высокую оценку данной певице. Он, в принципе, поставил бы оценку, какую она заслужила, чисто из-за вокала. Но когда-то и его не пропустили в вокальном конкурсе. И он все понимает. И понимает, что от его голоса зависит ее будущее. Чисто людское сопереживание. За это ему уважение. Но мне все-таки показалось, что Димашу внешний вид певицы не понравился. Поэтому он не хотел на нее смотреть. Вульгарно девушка оделась, честно говоря. Она же петь пришла, а не тело показывать. Ему это не понравилось. И это мое личное мнение. Но это шоу-бизнес. И в нем люди привыкли пробиваться именно так. Певец, композитор и мультиинструменталист. Заслуженный деятель Республики Казахстан. Самый популярный артист Азии по версии. Эктиве мюзик Эблорс. Димаш Будайберген. Певец. Друзья, я, конечно же, хочу услышать ваше мнение насчет реакции на певицу из Болгарии. Как вы думаете, почему реакция была именно такой? И почему Димаш поставил певице такой высокий балл? Напишите свои мысли внизу под этим роликом. А я, как обычно, по традиции буду читать и отвечать на все ваши комментарии. Я хотел бы еще добавить, что ни в коем случае не собирался как-то задеть молодую певицу. Или, не дай бог, как-то ее оскорбить. Нет, конечно, ни в коем случае. Я лишь озвучил свое мнение и свои мысли. И ни разу не перешел на личности. У Деницы по-настоящему красивый голос. И эффектная внешность, которая помогает ей по жизни. И это прекрасно. Могу лишь пожелать ей счастья в дальнейшей карьере. А вы, друзья, если вам понравился наш обзор, то, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. И самое главное, не забудьте подписаться на канал Ди Подкаст, чтобы ни в коем случае больше никогда не пропускать наши свежие видео. У нашего канала сейчас непростое время. Поэтому, если вы можете поддержать нас финансово, то вы можете это сделать по ссылке на донат и реквизитам карты в описании под этим видео. Спасибо за вашу поддержку. И всего вам доброго. Продолжение следует...